Здарова! Привет! Ставь лайк и я сегодня подстригусь! Ладно, шучу, я так и так сегодня подстригусь. Вот записываю видео перед тем, как приедет мой кореш-прихмахер, хотя он не прихмахер, он занимается кредитами, но когда-то он был прихмахером. Ладно, не суть, это была такая, знаете, тонкая попытка вас забайтить на лайки, друзья. Так что вы там не обессудьте, пожалуйста, не суть. Давайте пройдемся по теме сегодняшнего выпуска. Во-первых, у нас сегодня яйцо, бездонатный аккаунт, который я развиваю с нуля. Если вам не безразлично вот это вот все бездоната и чтоб чаще выходило, лепите лайк, ребята. Сегодня, по идее, я снова не успеваю с видосами, но тем не менее, на ночь глядя, я, ребят, для вас выпускаю. Ну и для себя, потому что жрать-то что-то надо. Может, я там несколько евриков-то заработаю с видосами. Хотя, не факт, не суть. Вообще, перед тем, как мы перейдем к яйцу, а мы будем пытаться штурмовать подземки, посмотрим, что из этого получится. Ну, часть подземок, не знаю, как бы. У нас, наверное, основная главная тема, а может быть и нет, будет касаться людей, которые любят сидеть на бутылке. Ну, я не знаю, петухов, что ли. Я уже предчувствую, что там у нас по дизлайкам будет, что у нас там будет, ребята, в комментариях. О, божечки, князь, как ты смеешь, о, боже, ты задрот. Ага, это всего лишь игра. Короче, давайте я вам объясняю ситуацию. Есть хорошая гильдия. Вот, эту гильдию я уже знаю очень давно. Называется она Voice of Freedom, там хорошие ребята. И они мне рассказали, что у них тут случился неприятный случай. Он заключается в том, что они приняли игрока. И как бы все хорошо, собеседование там, все как мы любим. Но этот игрок взял и во время битвы гильдии вышел из гильдии. Ну, как бы, не, ну а что? Ну, как бы норм. Взял во время битвы гильдии, вышел из гильдии. И, как бы, что тут можно сказать? Понимаете, уже страсти давно поулеглись в этой игре. И я уже стал к этому, ко всему спокойно, ребята, относиться. Спокойно. И многие не понимают меня, когда из-за таких вещей бомблю. А я бомблю, и как бы даже несмотря на то, что зачастую сейчас битва гильдии происходит таким образом, что ты заранее знаешь результат, но все равно некоторые гильдии соревнуются между друг другом. Вот, к примеру, как мы с хулиганой и монархой, к примеру, да, там, прошлую битву гильдии мы проиграли монарху. Ну, позапрошлую битву гильдии мы обошли монарх. И, как бы, это круто. Есть соревнования. Я думаю, может, войс о фридом тоже с какими-то гильдиями соревнуются. Но не суть. И просто вступил в какую-то, мягко скажем, не очень хорошую человек гильдию и взял, вышел из нее. Причем, я не знаю для чего, взял, потер все сообщения, переписки с лидером и так далее. То есть, прям, вообще, ну, вышел там, ой, ну, вы там не обессудьте, извините. Я, во-первых, не понимаю логику таких людей. Ну, типа, смысл выходить? Ну, не нравится тебе гильдия? Войди позже. Да, там, его никто не обсирал, ничего не было. Ну, нормальная гильдия, там, нормально все было. Взял просто чудак и вышел, как бы. И, причем, реально, может, кто понимает логику, объясните. И проблема заключается в том, что, окей, многие устали, многие уже не парятся по поводу БГ, но так существует целая куча гильдий, там, где тебе, как бы, никто не заставляет даже битвы гильдий проходить, да. Как бы, им пофиг, ты там выйдешь, зайдешь, не выйдешь. То есть, полно таких гильдий. Но зачем вступать в топовую гильдию, там, где ребята качают силу, там, где ребята стараются, болеют за свою гильдию, за свой коллектив, и просто брать и говнить, по-другому я это описать никаким образом не могу. Сразу, сразу мне вот понравится, в комментариях будет, о, князь-то там пи-пи-пи, князь, это всего лишь игра, вот вы там херовый задрот и так далее. Слушай, вот человек, который будет сейчас писать эти комментарии, ты не задрот, ты сейчас сидишь и смотришь ютубера по мобильной игре. Вот перед тем, как комментарии писать, вообще что-нибудь вообще подумай, да. Мы тут все задроты, ребятушки. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки битва замков, несмотря ни на что, это, в первую очередь, социальная игра. И социальная составляющая держит эту игру живой. Несмотря на весь дебилизм, все минусы, всю неадекватность разработчиков, когда они выпускают обновления, игроки держатся в игре, в первую очередь, за счет коллектива. Да, не все игроки об этом знают, не все игроки могут это почувствовать, не все игроки парятся по поводу коллектива, и не у всех игроков есть коллектив, но, тем не менее, для многих это именно так. Многие не уходят из игры именно из-за коллектива, из-за какой-то общей борьбы и общих каких-то целей. И так как это игра социальная, то это не просто игра, да, типа, ой, что ты бомбишь, это просто игра. Нет, когда ты вступаешь в гильдию, в социально активную гильдию, то ты берешь на себя какую-то ответственность. Блин, и если ты поступаешь как последняя сволочь, то что тебе можно сказать? И как бы это всего лишь игра была бы в том случае, если бы ты сидел, играл бы сейчас какую-то игровую приставку в сингл-режиме, там, не знаю, в Марио играл бы, творить что хочешь, хочешь в окно выйди, хочешь там, не знаю, в дырку зайди, хочешь там башкой ударься, ну, то есть от тебя никто не зависит. А когда ты находишься в гильдии, которая развивается и которая пытается достичь каких-то успехов, и ты приходишь в этот коллектив и потом всех подставляешь, то это просто свинство. Как там говорил Давидыч, пенушиный поступок. А вот, вот что я хочу сказать. Потому, ребята, не надо всех судить только по себе. Если вы, как бы, распиздяйством любите заниматься, то, ну, занимайтесь, вы имеете на это право. Как бы, мы свободные люди, у нас тут капитализм, он там дуть орет, что это все классно. Тем не менее, тем не менее, как бы, у вас есть выбор. Вы можете быть социально активными людьми и вступать в гильдию, там, где все сообща борются и идут к какой-то общей цели. Ну, тогда вам нужно, как бы, следовать каким-то параметрам ответственности. А можете вступить в какую-то более простую, там, не парящуюся по поводу этих моментов, в гильдию. Ой, мне начали звонить. И тогда, как бы, у вас, ребята, все будет хорошо. Творите, что хотите, все будет классно и не будете париться. А можете вообще не вступать в гильдию, понимаете? Вот. А теперь давайте потихонечку перейдем, ребята, непосредственно к выпуску. Будем ковыряться. Мы немножко побалаболили. Вот. А чуваку пожелаю сидеть дальше на бутылке. И да, ребята, если что, вот ник этого говна. И если у вас нормальная гильдия, не берите, не принимайте это говно к себе в гильдию. Ну, единственная сейчас проблема заключается в том, что это говно уже, наверное, себе пять раз ник поменял или поменяет. Ну, как бы, просто, как бы, у него, возможно, сейчас ник другой. Но знай, если ты меня смотришь, ты говно. Понимаешь? Вот. Ну, вот просто кусок говна, ребята. Так что вычисляйте его, да, там, по полной программе и в нормальной гильдии не принимайте. Так, закончилось наше балабольство. Переходим, наконец-то, к действиям. Не знаю. Постараюсь сделать видео не дольше 20 минут, потому даже не могу представить, как далеко мы пройдем и пройдем ли мы куда-либо вообще. Если раньше у нас в игре присутствовала какая-то стратегия, тактика, у нас была тактика и мы придерживались этой тактики какой-то, да, то сейчас у нас сводится к тому, что, к примеру, чуть ли ты не всю кошмарку, а даже всю, можешь взять, пройти чуть ли не одним героем, вообще одним героем, ну, командорой, да. Ну, как бы, ладно, тебе там какие-то другие герои помогут, но не суть. Единственная проблема, что, к примеру, командора должна быть правильно собрана и, соответственно, прокачана. А шо у нас по ситуации вообще? Слушай, а где у нас командора? А шо я вообще туплю? А, вот она, она, вот она, елки-палки, я шо-то уже совсем до того. Короче, смотрите, нужно много уклона на командоре, да, у нас, как бы, тут не самый лучший на нее талант, когда-то это был топовый талант, точнее, не талант, а чара, сейчас это, как бы, уже не то. И созвездие у нас, мягко скажем, не самое идеальное. Давай, у нас тут три карточки. Попробуем что-то выбить. Эти карточки пригодились бы, конечно, для другого героя, будущего, которого я буду прокачивать, но, видишь, ничего у нас не получилось. У нас собрано, ну, у нас бездонатный аккаунт, ну, а шо поделать? У нас не идеальным образом собрано командора, но мы попробуем ее затестить и посмотрим, как она поможет нам в прохождении кошмарного подземелья, потому что, как вы знаете, я только на пятой. Будем пытаться зачистить. Что у нас тут по героям? Что-то вообще, в принципе, стоит поменять. Сколько у меня тут? Четыре, четыре вторых эволюции. Ну, тут большая надежда именно на феникса. Слушай, ну, наверное, надо тыкву взять вместо Афины. Тыкву вместо Афины. Давайте будем пытаться. У нас тыква, да? Напомню, как бы. У нас тыква без эволюции. А юнитов возьмем. Попытаемся пройти шестую кошмарку. Зачистить шестую кошмарку. И, наверное, стоит взять на кого-то повесить Цепелина. Ну, хотя на Ронине Цепелин. Ну, посмотрим, будет там жить Ронин или нет. Потому что, как бы, дофига игроков, даже там бездонатные игроки или полудонатные игроки, они кошмарки эти щелкают, как семечки. Просто там хорошо прокачивая Командору. Не знаю, получится ли у нас. Смотрите, у нас четвертая кошмарка Прозина. Пятая кошмарка у нас тоже, по сути, Прозина. Мы ее фармим. Но с шестой, видите, тут как бы... Шестую надо зачистить. Давайте попытаемся зачистить. Да, чтобы нам фармить 6 и 10, нам надо это все дело долбануть, долбануть, ребят. Долбануть на 100%. Как это сделать? Пока не знаю. Ну, я как бы не готовился к видосу, ничего не делал. Просто, как вы любите, в распиздя и ставили. Мы попытаемся что-то тут вообще нарисовать. А давай тогда начнем танковать, не знаю, с Фреи, Феникса сюда. Давай, короче, всех выпускаем. Интересно, ты... А, у нас же магия есть. У нас есть магия. Так, правда... Слушай, Феникс так и не включился. Вообще, надо магию поменять. Так, ну, что-то происходит. Ну, что происходит? Тыкву ушатали. Вот что происходит. Командора ушатали. Видишь, командора недостаточно крута. Ну, у нас есть триант, но я не думаю, что он нам поможет. Я думаю, что как-то надо все-таки, чтобы тыква разгоняла все это дело. Многие говорят, что там легче 7,10 пройти. Легче 7,10 пройти, чем 6,10. Так, ну, у нас Феникс включился. Ну, как бы героев все равно всех подолбили. Ну, 72%. Типа, по-хорошему, как бы, блин, тыкву бы вторую эволюцию качнуть. А, стой, подожди. Ди-ка, магия. Давай, ангел-хранитель иступление ареса. А, вот, я аж метеор не качаю, лошара, забыл про него вообще. Ну, давай, ураган. Точнее, не метеор, а там этот лед, ну, вы поняли. И вот это давай, окей. Но оно тоже все не прокачано. Фигня, фигня, фигня. И знаешь, что-то там прокачался, иступление ареса, и все. А, ну, норм, короче. Типа, что париться. Так. Давай-ка попробуем дожди-ка. Но Феникс он не включится, да? Спайм, не спайм. О, один раз включился. И всех выпускаю. Так, смотри, вот у нас какой-то разгончик пошел. Ну, тыкву убили. Был разгончик, нет разгончик. Но видишь, Командора не будет цеплять конец. Командора не будет цеплять конец, в этом проблема. Надо, наверное, ковырять на стриме. По-хорошему, конечно, тыкву сделать вторую эволюцию. Может, приколоться, что думаете, взять, прокачать тыкву? Может, чтобы подольше разгоняло. Так, демоны тут всякие. Ну, 64%. Феронин держится, Фрея держится. Ну, как держится? Фрея больше не держится. Так, Роняха тут что-то исполняет. Ну, как бы мы тут сейчас восстановим героев, да, но толку будет мало, потому что как бы Феникс тут много еще не зацепит. Командора тоже. Ну, 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 давай попробуем. А, это вот, не знаю, вот так вот сделаем. И вот так вот. Эй, эй, застанили его. Я лошара не туда выпустил. Я забыл, что там башня. Он просто встанет и все, никого не поднял. Аха! Лошара! Так, подожди-ка. Магия, магия, нельзя, нельзя забывать. А, знаете, что я еще забыл? Лох! Вот, что я забыл. Бодрость я забыл, друзья. Я забыл бодрость, бодрость духа. Надо не забывать эту бодрость духа битвы гильдии. Так, у нас по времени еще есть минута 4. Так, битва гильдии, атака фартов. А, что я туда иду? А вообще в кошмарку надо. Ай, так. Не в год феникса бы куда-то выпустить, чтобы его не станели. Может, его в конце выпускать? Ладно, давай. Как-то так вот, вот так вот. Дальше. Оп! 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 Неудобно выпускать. Так, и а фениксу плевать, его станет и все. Фиг, ты что с этим сделаешь вообще? Даже ни разу не включился. пока так не получается. Руки крюки. Я все обещаю, что мы на стримах все начнем проходить, но я все никак не могу добраться до выполнения своего обещания. Столько всего я обещал сделать на стриме. Там и подписчику помочь с аккаунтом и что только не обещал. Ладно, давай попробуем седьмую пройти. Что у нас седьмой будет? Здесь сейчас нам проще, нам надо только грубо говоря набирать по 50%. Ой, трианта сразу зачем-то выпустил. Ну, как бы изи. Изи, 50% есть. Отлично. Давай дальше. Так, может реально забить на шестую и уже целиться сразу на седьмую как большие дяди? Так. Сразу с триантом выпускаем. А почему? А потому что мы можем. Да, нормально там накидывает цари. Оп, оп, оп. Изи, 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 идем дальше. Блин, раньше так мучились, так мучились, такие тактики, там стратегии были. Сейчас, смотри, половина героев без эволюции. Просто просто берешь, не паришься. все, 50% есть, окей. Дальше, дальше, дальше. Так, вот, успеть сюда, тоже самое, давай. Оп. Все, феня включается, вообще все отлично. че там мучился с этой шестой, надо уже сразу на седьмую, знаешь, целиться. Целиться, прицеливаться и все. Давай дальше. Так. Оп. Ла-ла-ла. Блин, видео все равно получится слишком долгим, но не суть. так. Ну, 70% отлично. Ладно, давай дальше. Финишная прямая. А, хотя нет, еще дофига проходить. Ёлки-палки. Так. Давай, давай, феня, не тормози. Тыковка там кого-то разгоняет. Нормально. Так, 33% может быть даже 50. А, нет, наберем 50. Феня включился, феня включился, друзья. Так, идем дальше. С другой стороны, смысл там от этих кошмарок, да, когда нам на халяву столько ресурсов раздают в плане, в плане КГшек, да, кристаллов героев. Так, здесь тоже сразу 50% набирается. Да. Так, давай. Тут у нас что? О, я помню, с этой походу. Вот с этой кошмарка я походу помню. Мучился, мучился, мучился. О, может даже с первого раза не пройду. 39, 40. Поможем. 45. Да, погрохали героев. Всех убили, 47%. Давай, ой-ой-ой, череп. Все. Триант отработал, сразу нормально набили. Так, еще две кошмарки. Ну, вряд ли, конечно, седьмую успею сегодня пройти на три огня. Так, просто всех выпускаем. 20%, да, здесь уже, как бы, видишь, и посложнее становится. Хотя, блин, я помню, там целый, по несколько стримов мучился, пытался это все пройти. как же это было сложно, как же это было муторно. Сейчас просто посмотрите. Никакой тактики, просто взял, выпустил героев и все. И как бы, И как бы, в принципе, все хорошо. ну, давай тогда 7 и 10. 7 и 10, друзья. Так. Ага. А давай сразу на Ронинов. А что, нет? Ну, как бы, да. Тут надо уже как-то поковыряться будет, наверное. Не, Ронин, Ронин, главное, держится. Ронин держится, там, долбит кого-то. Надо, по идее, вообще, с разных сторон, типа, выпускать, тогда норм. Так, убили Ронина, выпускаем Трианта. Ммм, да. Ну, как бы, есть к чему стремиться, как бы, надо героев качать. Слушай, давай на этой ноте закончим это видео. Спасибо, что досмотрел до конца. Сегодня будет интересный стрим по Майнкрафту. Да, не расстраивайся, но я там буду устраивать большой бой на арене игроков. Начнется поздно, но ничего страшного. Надеюсь, будет интересно. Тебе же пожелаю огромнейшего удачи. Спасибо за просмотр и пока, дружище. Пойду подстригаться. Продолжение следует... Продолжение следует...